Четвертому вопросу переходим. Значит, о включении в коллективный договор норм труда и оплаты, правилу норм охраны труда и техники безопасности, отвечающих интересам в работе. Прошел Дмитрий Юрьевич, АОК БСМ, ВОРД Ленинград. Уважаемые товарищи, значит, прогрессивный коллективный договор, что это за договор такой? Вот об этом мы много говорим. Это такой договор, который отвечает требованиям интересов рабочего класса. Поскольку рабочий класс является самым прогрессивным в обществе, то и его интересы отвечают интересам всех работников. В выдвижении требований работодателю необходимо руководствоваться программой задачи коллективных действий. Основные прогрессивные положения в этой программе, это такие, как требования о сокращении рабочего времени до 6 часов, установление 30-часовой рабочей недели. Насколько это требование очень важное и необходимое для рабочего класса. Много уже сказано, что свободное время. Людям необходимо рабочему классу для своего развития. Ну и также, как вот здесь говорили, что с точки зрения работодателя, да, это вот там хотелки, да, вот как сказал Валентин, у них говорит работодатель, ваши хотелки, да. А на самом деле мы понимаем, мы рабочие, понимаем на своей собственной школе, что это никакие не хотелки, потому что ехать приходится до рабочего места, ну, сейчас вот я час еду, да, допустим, до работы, и обратно это час жизни, как бы, да, у меня отбирается, опять же. Вот, нас собрали вот на этот самый завод, вот, подальше, как бы, да, выносится производство, выносится за пределы города, и неудобные такие места для рабочих, что нужно туда забираться. Вот, поэтому требование это очень важно для коллективной борьбы, для, опять же, участия в профсоюзной жизни, сокращения рабочего времени. Вот, ну, также вопрос зарплаты, всех, конечно же, интересует и волнует, поэтому приближение заработной платы к стоимости рабочей силы, также является основным ключевым требованием, которое необходимо включать в прогрессивные коллективные договора. Это можно сделать, значит, путем постепенного увеличения стоимости, то есть приближения заработной платы к стоимости, вот, путем включения в коллективный договор, допустим, там, ежегодного повышения заработной платы, и на индекс инфляции плюс 5-7%, который будет, там, возможно, там, варьироваться, да, в процессе переговоров, но просить надо больше, всегда, чтобы с запасом, вот, надо понимать, что это торговля, рабочая сила, время, является предметом торговли в капиталистическом обществе, вот, рабочая сила, товар, вот, поэтому об этом тоже надо говорить, потому что не все рабочие еще осознали это, вот, что мы живем при капитализме, и вот, единственный товар, который вот мы производим, да, ну, который мы располагаем, это товар рабочая сила, и чтобы продать его по достойной, так сказать, цене, с нашей точки зрения, достойной, вот, нам необходимо объединиться и выдвинуть требования, вот, повысить свою стоимость, мы можем, стоимость нашей рабочей силы, мы можем только коллективно. Хочется сказать, что, допустим, вот, по поводу вредных факторов, которые у нас забирают при помощи, ну, то есть, компенсации вредных факторов, то есть, при помощи соуд, специальной оценки условий труда, вот, допустим, у нас, мы сейчас переехали на другое место, на работу, и там, ну, современные, да, вот, мощные вытяжные устройства стоят, приточные, там, вентиляция, вот, и, казалось бы, условия улучшились, да, труда, но, допустим, вредность у нас изменится, скорее всего, ну, то есть, я еще не получал, много по новому, этому самому квиткам, еще не знаю, но говорят так, что вредности не будет, 3,2, как бы, она изменится на 2,0, вот, соответственно, это минус доплаты, минус селения отпуска, вот, со всеми последствиями, как бы, да, вытекающими. Вам не надо. Да, но, как бы, я вот не знаю, как вот, допустим, раньше, в советское время же, то везде стояли хорошие вытяжные шкафы, так что вот, улетали туда и детали даже, затягивало. Хорошие были, и в то же время вредность-то все равно была, она всегда была, ну, в советское время же. Вот, то есть, как вот это все меряется, то есть, рабочим надо, профсоюзу и рабочему классу обязательно надо участвовать вот в проведении этих соутов, выяснять, как эти, какие показатели, как они меряются, вот, задавать эти вопросы, то есть, вот, работодателю, да, и требовать, то есть, требовать, сохранения льгот, ну, хорошо, да, вы убрали там, ну, вредность, с вашей точки зрения, но, все равно, вот это, сквозняки, это же сквозняк, то есть, если хорошая вытяжка, то есть, ты сидишь, сидишь на, на это самое, ну, на ветру, на ветру, да, по сути, как бы, как это тоже, вот, то есть, но, коллективный договор, это такой договор, что мы можем туда включить, вот, то, что у нас отобрали, да, при помощи, различных ухищрений, там, да, вот, якобы, научных, там, я не знаю, как, насколько они, научные, да, эти исследования, тем не менее, мы можем потребовать увеличение отпуска, вот, такого, какой мы считаем нужным, нам, да, рабочим, то есть, ну, например, там, за счет того, что, там, по стажу, да, кто-то работает, 10 лет, там, отработал, в соответствии с этим, значит, и отпуск, да, можно увеличивать, то есть, не обязательно ссылаться, да, только на эти соуд, то есть, ну, то есть, тактика должна быть наступательная, и, как коллективный договор, это, в общем, наши требования, они могут отражать наши интересы, да, вот, то есть, чтобы рабочее время сокращалось, свободно и увеличилось, то есть, и за счет отпусков, да, в том числе, вот, ну, также, вот, да, стоимость рабочей силы, вот, я уже сказал, да, необходимо, а также и увеличение фиксированной части заработной платы, установление ее в размере не менее 80%, потому что получается, что премия, как бы, да, которая, вроде, должна стимулировать работников, она играет против нас, этих рабочих, потому что, при каком-то удобном для работодателя, там, поводом, он может лишить, вот, работника премии, вот, и эту часть, она может постоянно уменьшать, а фиксированную часть уже уменьшать нельзя, поэтому это тоже требование необходимо вносить, вот, прогрессивный, коллективный договор, что касается условий труда, профсоюз, профсоюз, который борется за условия труда работников, нужно поставить вопрос так, чтобы наделить инспекторов по охране труда полномочиями для устранения факторов нарушения, то есть, если где-то есть нарушения техники безопасности, вот, или какие-то факторы вредные, то есть, чтобы инспектора могли иметь такие полномочия, чтобы остановить работу, да, на этом участке, до устранения, устранения этих факторов. Вот это можно использовать и в коллективных действиях, то есть, опять же, если эти люди, вот, в профсоюзе, да, будут наделены таким полномочиями, то это можно, вот, использовать как аргумент, да, вот, при, вот, это самое, приведение переговоров, и, там, итальянские забастовки проводить, и останавливать производство, без, без объявления забастовки. Останавливать работу и как-то влиять, вот, влиять на работодателя, добиваться своих требований. Ну, в общем-то, то есть, профсоюз, конечно, должен активно участвовать, вот, проведение мероприятий, соот, вот, соот, да, то есть, вот, устранять, да, вот эти вредные факторы, либо компенсировать, для них, вот, чтобы была, ну, компенсация работникам. Вот, ну, вроде, так, наверное, все, не знаю, что еще. запросы добавить. А вот, ну, насчет прогрессивности, я имею ввиду, соот, да, вот, как проводить, вот, у нас, ну, такая страна, как бы, которая, зима, в принципе, длится, ну, практически 7 месяцев, может быть, даже в регионах 8 и больше, зачастую, это соот, как раз проходит в летний период, когда все ворота открыты Насте, что есть, ну, опять же, те же сварщики, там, то, сё, у них вот эти, ну, как отходы, или что, как их назвать, испарение, то есть, их выдувают, да, по сути, они меряют, они даже по щиток засовывают, ну, этот щуп, или как его назвать, то есть, ну, по сути, да, не показывается того, что, какая, действительно, вредность все остальное время производства, опять же, не учитываются, получается, температурные режимы, ну, ну, да, в летний период, ну, в принципе, здесь непонятно, что именно предложение того, что, как-то должно быть, это, опять же, фиксировано, по каким-то месяцам, вот, самый холодный месяц, и мы, например, чтобы было, потому что, как раз это, ну, сам, самые неустойчивые, как бы, ну, да, я понял, то есть, необходимо, значит, устанавливать, ну, устанавливать график, то есть, график проведения СОУД, это тоже профсоюз, который борется за интересы работников, должен устанавливать соответствующие интересам работников графики, вот, поскольку работодатель, вот, наоборот, заинтересован, как бы, снизить, да, эти показатели, и провести тогда, когда вот меньше всего, вот этих факторов, да, можно зафиксировать, вот, то есть, это тоже, да, фактор такой, что надо это учитывать, ну, я, как бы, это не вопрос, это, типа, как предложение тоже, что, как внести, что, определенное время тоже проводить этот СОУД. Удобно для работников, по-другому, даже, как сказать, немножко добавить, чуть-чуть. Там же еще как, там же можно через, есть же обязательно, есть же обязательно, не просто делаем, по охране труда, в каждом цехе, по-моему, да, есть это работники по охране труда, инспекторы, вот, вот, очень-очень, молоко, вот, обычно они очень сильно зависимы, даже от действующего профсоюза, от карманов профсоюза, здесь вот отдать должное, здесь даже карманы профсоюза, он не то, что идет на уступки, он прямо, в этом смысле работает, потому что, когда летом, особенно высокая температура, ну, в ЦК, особенно, если там не вытяжки, ничего там нету, грубо говоря, а станки еще нагнетают температуру, то есть, становится там под 40 градусов, у станков, ну, естественно, это тяжело, они иногда идут на уступки, то есть, сокращают там рабочий день, там, на час, допустим, делают чаще перерывы, а вот, недавно то, что произошло вкусность, как раз у Василия, у них до минус 2 температура доходила, понятно, что там разрешали часто уходить с рабочего места, там, попить чай, там, еще что-то, но проблем самой так каковы не решили, у них там полгода до сих пор, сейчас просто мороз на стоят, вот тут я, вот здесь можно даже действовать через такой, я имею в виду, карманный профсоюз, они, в принципе, обычно реагируют на это дело, из-за этого. все можно, Да, нужно, да, реагировать, вот, еще вопросы? Я, я тогда дополню, это, ну, раз такое, у нас просто, мы вопрос, вот сегодня, как бы, затронули косвенно, да, вообще, специальная оценка условий труда, это еще такой, интересный, фрукт, гриб, или как его назвать, в общем, для топшек, причем, видно, что действительно вопрос тоже интересный, как бы, просто ограничусь тем, чтобы СОО проходил, определенно, в интересах работников, то есть, вот, как вы сказали, есть цеховые инспектора, да, по охране труда, опять же, в чьих интересах действуют эти инспектора, это большой вопрос, и если этот инспектор действует в интересах, работодателя, соответственно, как сказал докладчик, они будут занижать эти нормы вредности, будут, значит, делать все для того, чтобы опять экономить, да, вот, если же, уполномоченный от профсоюза, или от коллектива, будет действовать в интересах работников, это уже дело совершенно, как бы, противоположное, да, причем, повторюсь, что, есть федеральный закон, который обязывает работодателя за свои средства обучать уполномоченных, которые представлены либо профсоюзным комитетом, либо какой-нибудь инициативной группой работников, то есть, за средства работодателя, работодатель обязан обучить уполномоченных представителей от коллектива, от коллектива, пока эта норма, как бы, прописана федеральным законом, я считаю, опять же, рабочим, надо эту форму использовать, да, и чем больше будет уполномоченных, если в каждом, к примеру, если цеха большие, если в каждом цехе будет примерно по одному уполномоченному, а потом эти уполномоченные соберутся в комиссию, это уже будет целая комиссия, целый рабочий орган, будь то профсоюзный, будь то еще какой-либо, то есть, и работа пойдет, как бы, веселей на этом поприще, да, вот, вопрос, действительно, охраны труда, он сегодня очень актуален, во-первых, тот показатель официального травматизма, который сегодня представлен в средствах массовой информации, в интернете, он занижен, занижен, он предвзято, а, как вот мой товарищ говорит, а смертность, она показана, вот, вот, на производстве, да, вот я именно говорю, ее никуда спрятать уже не получается, и по соотношению смертности на производстве и травматизма, видно, что смертность на производстве растет год от года, то есть люди сами гибнут, порой из-за того, что сознательно идут на нарушение правил техники безопасности и охраны труда, вот этот момент я считаю тоже в будущем будет обсуждаться у нас, и он обсуждается, кому интересно могут обратиться к прошлым семинарам, посмотреть, что было сказано по этому поводу, поэтому я призываю все-таки, жизнь у нас одна, нас никто не сбережет, таких отчаянных шагов предпринимать не стоит, идти на поводу у работодателя не стоит, соблюдайте, призываем соблюдать технику безопасности и охрану труда, наше здоровье, наша жизнь в наших руках, соответственно, если мы уже не будем этим дорожить, ни о какой зарплате, ни о каких улучшениях, значит, условий труда, речи быть идти не может, когда человек сам намеренно идет на нарушение, то есть это надо понимать, вот такая ремарочка небольшая, спасибо. Уважаемые товарищи, Артем Сергеевич Иванюк, город Электросталь, металлургический завод Электросталь инженер. Ну вот у нас вопрос называется о включении в коллективный договор норм всевозможных, и вот я услышал в закладе Дмитрия Юрьевича такие вот фразы, как «Правсоюз должен», и то, что можно включать. Это все хорошо и замечательно, но мне хотелось бы в своем маленьком выступлении такой еще вопрос затронуть, вот как нам интенсифицировать вот эту законотворческую деятельность в коллективах трудовых, для того, чтобы не только мы были двигателями вот этого продвижения коллективного договора, но чтобы сами люди стремились в таком, включая соревнования, предлагать более лучшие какие-то нормы, лучшие формулировки в коллективные договоры, чтобы так вот это правильное бурление в коллективах шло как можно быстрее. И вот что хотелось бы предложить. У себя в электростале мы уже давно, конечно, вынашиваем идею, но, к сожалению, не всегда обладаем свободным временем на реализацию. И вот сейчас, в данный момент, готовим верстку спецлистка для наших газет. Вы знаете, то, что мы раздаем «Народную правду» нашу газету достаточно большим тиражом в электростале в том числе. И мы хотели бы делать еще отдельный листок непосредственно для наших электростальских предприятий, потому что, понятное дело, то, что наши электростальские дела в целую российскую газету мы в полном объеме не включим. Проблем на предприятиях у нас много, понятное дело, с работниками на проходных мы общаемся, много узнаем, но вот этого контакта очень короткого, потому что человек бежит на работу, его недостаточно, и он контакты свои не оставляет, как правило, и потом связаться с ним очень тяжело. Поэтому ту информацию, которую мы добываем на проходных, мы бы хотели сейчас перерабатывать статьи и в этих статьях давать конкретный ответ для конкретного предприятия. Поэтому, как минимум, если вы у себя какие-нибудь печатные издания распространяете в своих трудовых коллективах, нужно как можно детальнее вот эти статьи прорабатывать. Я хочу отметить то, что как мы интенсивнее стали в газету «Народная правда» в спецвыпуск за рабочее дело включать статьи про завод «Электросталь», сразу же начался отклик от работников. То есть, газеты работают, газеты читают, и на них откликается. Вот Сергей Александрович не даст соврать, мы имеем отклик по телефону, которые указаны внизу этой газеты. То есть, люди звонят. Но, опять же, люди звонят, нужно куда-то их дальше приглашать, чтобы встречаться и обсуждать эти вопросы. Потому что обсуждаем мы очень много, и в телефонном разговоре о одном недостаточно передать вот те знания, которые мы здесь приобретаем и передаем. Хочется также порекомендовать снимать видео на каком-нибудь своем YouTube-канале. У нас такой YouTube-канал есть, и, опять же, мы с Сергеем Горбушкиным в таком режиме, знаете, как у Дмитрия Пучкова есть разведопросы, мы в таком же ключе с товарищем Горбушкиным проводили такие вот беседы, полчаса или час, и разбирали такие вопросы, как стоимость рабочей силы, почему у нас, например, идет сейчас вымирание населения, как это связано со стоимостью рабочей силы, также с профсоюзами. И по просмотрам мы видим, то, что данные ролики смотрят, они интересные, там комментарии есть. Почему бы не использовать эти варианты распространения знаний? Ну и, конечно же, я также хочу подчеркнуть, то, что у нас в Электросталии уже на постоянной основе проводятся такие мини-семинары по рабочему профсоюзному движению. Также отмечу, что очень охотно на предоставление помещений без возмезд, но идут городские библиотеки. Мы уже освоили две городские библиотеки, там рады нашим мероприятиям, видимо, еще потому, что у них у самих кризис по вот этим мероприятиям, любым, им нужно отчитываться перед вышестоящими органами. Мы представляемся, естественно, как члены фонда рабочей академии, как представители фонда рабочей академии в Электросталии. И никаких проблем с проведением мы не испытывали. То есть работников завода нашего, которых тяжело собрать внутри нашего предприятия, по тем причинам, которые уже объяснял, мы приглашаем в библиотеки, и там же беседуем примерно о том же, о чем мы беседуем здесь. То есть мы знания, приобретаемые здесь, получаемые здесь, передаем нашим Электросталицам на наших местных мероприятиях. И вот Виктор Корчагин, коллега, член нашего профсоюза, ИСКРА, в том числе и член профсоюза ГНПР, попал сюда благодаря тому, что оказался на одном из наших семинаров. Поэтому, как говорят в молодежной среде, выхлоп есть. И хотелось бы еще сделать такое предложение для Оргкомитета, Российского комитета рабочих. Возможно, будет полезно в следующей осенней РКР включить обсуждение вот такого вопроса об опыте и методах продвижения проекта коллективного договора, рабочего проекта коллективного договора. Потому что мы обсуждаем, то, что профсоюз должен включать, он может включать. Но хотелось бы обменяться этими знаниями и опытом, как этот проект продвигать, какие есть для этого инструменты, и кто как это делает у себя на местах. Поэтому я вот такое предложение, я прошу его учесть. Спасибо. Спасибо. Дополнитесь о том, что особенно когда проблемы рабочих, особенно на их предприятиях, то есть затрагиваются в той же самой газете, вот правда и... За рабочих. Да, 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 точно. Она у нас ходит, эта газета. И когда рабочие видят, что кто-то интересуется их проблемами, а их это начинает немножко, как сказать, подвигать... Оживлять. Да, оживлять как-то, что кто-то о них беспокоится, что они где-то могут найти защиту или хотя бы ответы на свои вопросы, как вообще просто бороться. Даже иногда рабочие может и хотят бороться, а пусть не знают как. Вот и все. Вот что я единственное хотел, что именно их насущные проблемы, если будут разбираться, то в принципе это подогреет рабочиха на борьбу. Вот, а я что хотел только добавить. Спасибо. Горбушкин Сергей, электромонтер, электросталь. Но я бы хотел сказать, что вот сейчас, с 1 января 2021 года, вышли новые правила по охране труда. И я вот знаю, что вышли правила по крайней мере туда при работе в электроустановках, при работе на высоте, еще несколько штук там вышло. И вроде бы еще готовятся с десяток обновленных правил. И очень много там изменений по сравнению, ну вот по крайней мере в электроэнергетике точно много изменений по сравнению со старыми. И вот сейчас там разбираемся с этими изменениями. Не всегда понятно, даже в чьих интересах и в чью пользу какие-то изменения проводятся. Вот, например, ну, нужны для безопасной работы, ну, если вас обучают, да, безопасный прием какие-то, то это где-то фиксируется в документах, в удостоверениях. У удостоверения есть форма. И вот раньше там было написано форма, вот удостоверение должно быть по такой-то форме, смотри в приложении какое-то. Вот документы, по которым работа проходит, опасная работа по нарядам. Например, у наряда форма есть конкретная. И написано в конце, смотри форму наряда в приложении таком-то. И это, ну, определенная вот этими правилами форма удостоверения, нарядов. То есть нельзя это менять, просто заполняешь. А сейчас это не обязательно форма, а написано рекомендуемый образец. То есть вот удостоверение рекомендуемого образца, наряд рекомендуемого образца. И вот тут тоже можно по-разному это рассматривать. Но я вот рассматриваю с той точки зрения, что получается единая форма теперь нету. А есть просто рекомендуемый образец. И вот главное, чтобы сведения были в этом документе, в каком-то, а он выглядит, может быть, как угодно. То есть работодатели, каждый работодатель может свой наряд придумать, как он будет выглядеть, свое удостоверение, как оно будет выглядеть. Ну, главное, чтобы данные там содержались. И это, конечно, по идее плохо, потому что должна быть стандартизация, унификация, все должно быть единое. А у нас получается с такими формулировками рекомендуемый образец вместо обязательной формы можно, ну, в общем, это тема для спекуляции. И очень много изменений, и вот надо их изучать. И, скорее всего, не всегда они в интересах работников, скорее всего, очень много там изменений в интересах работодателей. и включая какие-то нормы по охране труда и по правилам техники безопасности в коллективный договор, то есть мы этим обезопасиваемся, работники могут обезопасить себя от ухудшений этих норм, вот как делает государство, вот выпускает новые эти правила и какие-то нормы ухудшает. То есть там очень много изменений, и поначалу сложно разобраться. А где-то в каких-то пунктах раз и ухудшаются положения работников, но если работники этого время заметят и включат в коллективный договор, то есть им будет на это плевать. В коллективный договор законопредприятия, они включили какие им нужны нормы, чтобы безопасно выполнять работу и по правилам, и они работают. А что там придумывают сверху, это их уже не волнует. И вот на это я хотел обратить внимание. Спасибо. Уважаемые товарищи, мы говорим о включении в коллективный договор норм труда и оплаты. Но когда речь идет об охране здоровья, мы вообще знаем, что можно кое-что решить без включения в коллективный договор, по крайней мере, Трудовой кодекс такие возможности дает в виде самозащиты. Да, есть такая форма самозащиты трудовых прав. В каких условиях она возникает? Ну вот если возникает угроза жизни и здоровью, то в соответствии с статьей 379 Трудового кодекса работник вправе отказаться от выполнения такой работы до устранения нарушений. Значит, вот до всякого коллективного договора. Да, но откуда мы знаем, создает или не создает? Для этого что нужно? Хорошо бы выяснить. А вот хорошо бы выяснить, какие факторы, допустимые на рабочем месте у вас, по шуму, по тому всему. И когда реальная картина отклоняется от этих факторов, да, то есть нарушены, там должна быть такая вот такая-то норма, она нарушается. Да, вот тогда вы имеете право остановить работу. Вот скажем, у докеров, если вы Максим Анатольевич, посмотрели, у докеров, да, там очень твердый, сколько градусов, что можно сделать. Такой-то вот груз нельзя перерабатывать вообще, если вот он не так. Но я понимаю, что это большая работа, если по всему коллективу, но по своему рабочему месту. Вы можете знать, что является, так сказать, основанием для допуска и что является основанием для отказа. Я не знаю, люфт какой-нибудь такой, суппорта такой, что извините, я не могу. То есть вы, конечно, не обязаны каждый раз это говорить, но в какой-то момент вы можете это сказать, если вот понадобится, это использовать. Это право. То есть для этого надо хорошо очень знать, а что же является основанием для прекращения этой работы, что создает угрозу жизни и здоровью наушным рабочим и весь вместе формально, по формальным признакам. Вот оборудование должно быть такие параметры безопасные, оно их не имеет. Это дает возможность и это стоит. Вот даже без всякого коллективного действия уж если мы этого не знаем. Согласно закону. Согласно закону. Уж если мы этого не знаем, то еще очень долгий путь до коллективного действия. А если мы это знаем, то дальше могут быть и коллективные действия. Как у докеров, например. Это не значит, пока они выясняли, сколько же разрывов на этом тросе, пока не выяснят они, они не приступят к работе. Потому что это опасно. А вдруг много еще разрывов. Это каждый из них мог потребовать, потому что даже это не... А поскольку, так сказать, этот кран-то один, а их много, получалось вроде как коллективное действие. То есть это вот... Мы можем это тренировать и коллективное действие. Если вдруг мы раз, начнем проверять. И вдруг выяснится, что все не соответствует допустимой норме. Ну тогда и будет коллективное действие, которое по форме, на самом деле, будет вроде как по форме. Что это... Вот мы пользуемся статьей на самозащиту. Да я не интересую, что у вас, мне интересует, что у меня. А у меня безобразие. Я прошу устранить это дело. То есть давайте вас хотят выяснить. Я думаю, что этим тоже нельзя пренебрегать. Спасибо. А можно вам? Да. А не надо заранее за болгаривание на служебке писать на эту тему, допустим. Ну чтобы у вас какие-то были документы. Вдруг скажут, что вы такой-сякой. Вдруг работал-работал, а здесь не хочется работать. Андрей Атович, это вопрос тактики. Если вы считаете, что посиди соломку, напишите. А если это внезапно, лучше сделать, лучше сделать внезапно. Вы просто имейте отказ. Оборудование имеет такое свойство постепенно из нашего. Ну вот наступил этот момент. Ну, браконич, вы не наступили в улице. Вы можете найти служебку. Уже не товарищи, есть еще кто? Выступить? Нет? Поскольку вот такой момент про Саут у нас зацепился, этот четвертый вопрос. Я хочу немножко шпионскую информацию дать, поскольку подслушиваю, что там у медиков творится в чатах. И поделились такой интересной информацией, что зная о планирующейся проверке по специализированной оценке условий труда, профсоюзные активисты просто пошли к инженеру по технике безопасности и провели с ней несколько бесед, объясняя последствия, чего там может быть от того сего и так далее. Вот. Убедили просто в обычных беседах убедили представителей администрации встать на их сторону и САУД был проведен в их пользу, то есть они практически просто пообщались. Не нужно, наверное, вот так вот заранее думать, что там инженер по охране труда он всегда априори будет стоять на стороне администрации. Или вот опять же, когда у нас что-то во время перерыва я поделился чем-то, что у нас произошла ситуация очень такая интересная, когда коллектив довольно-таки может быть он еще не готов к сознательно спланированным действиям по защите своих интересов, но уже вот на такой грани находится администрация. Вот у нас когда САУД проводился, да, то есть пришли и сказали, что ребята включайте все, что у вас есть, там сварка должна работать, маляры должны работать, все вредные факторы в момент проверки должны функционировать. В результате у нас САУД прошел нормально. Но это зависит от того, как вот, то есть это понятно, что когда коллектив находится на точке кипения, а если работает профсоюзная организация, то есть это нужно планировать заранее. То есть такая ситуация тоже опять же делились товарищи, что работники ходили рядом с комиссией и тыкали пальцами, что вот здесь надо замерить, а вот идемте еще вот здесь замерим, а идемте еще вот здесь замерим. То есть заранее была проведена работа профсоюза, то есть заранее посмотрели, где какие вредные факторы действуют, каждому работнику объяснили, где он должен что показать, и когда инспекция вот эта комиссия прошла, потом просто развели руками, сказали, у нас нет никаких вариантов снизить вредность, потому что у нас люди рядом ходили и все проверяли, что мы делаем, то есть мы не можем никак снизить вам ничего не может. То есть от этих действий иногда они такие простые, рутинные, не требующие никаких волевых усилий, а просто спокойной подготовки грамотной обстановки. Все, что хотел сказать. По данному вопросу также есть проект постановления о включении в коллективный договор норм труда и оплаты правил и норм охраны труда и техники безопасности, отвечающих интересам работников. Коллективный договор является прогрессивным, если он выражает коренные интересы работников. При оформлении разделов коллективного договора Российский комитет рабочих рекомендует профсоюзным организациям руководствоваться программой Федерации профсоюзов России задачи коллективных действий. первоочередными нормами для включения в коллективный договор являются в области нормы оплаты труда сокращение продолжительности рабочего дня до 6 часов и введение 30-ти часовой рабочей недели без понижения заработной платы, пропорциональное снижение нормативов и увеличение тарифов при издельной оплате труда, увеличение времени оплачиваемых отпусков с учетом трудового стажа, длительности работы на предприятии и производительных показателей, повышение оплаты сверхурочных работ, работы выходные и праздничные дни в ночное и вечернее время до уровня, когда такие работы будут экономически невыгодны для работодателя, заключение трудовых договоров с указанием полной заработной платы, исключение устных договоренностей и серой зарплаты, установление доли постоянной части зарплаты, тарифы, связанные с ними выплаты на уровне не менее 80%, поэтапное повышение заработной платы до уровня стоимости рабочей силы для квалифицированных рабочих в среднем 250 тысяч рублей в месяц, ежегодное повышение заработной платы на уровне инфляции плюс 5-10% в зависимости от повышения производительности труда в области условий охраны труда осуществление контроля со стороны профсоюзной организации за проведением специальной оценки условий труда на всех этапах, включая выбор организаций, проводящей специальную оценку, согласование методики проведения самой оценки, идентификацию вредных и опасных факторов, проведение исследований замеров, уровни вредных и опасных факторов на рабочих местах, установление класса опасности рабочих мест, разработка и контроль со стороны профсоюзной организации за осуществление плана мероприятий по улучшению условий труда по результатам СООД, установление льгот и компенсации за вредные и опасные условия труда на уровне, стимулирующем работу дателя проведению мероприятий, направленных на улучшение условий труда, обеспечение беспрепятственной работы общественных инспекторов охраны труда, наделение их правом остановки работ в случае выявления нарушений правил охраны труда и техники безопасности, закрепление в колдогове права работников на приостановку работы в случае несоблюдения правил и норм охраны труда и техники безопасности, в том числе прописанных в коллективном договоре. С целью заключения и осуществления прогрессивного коллективного договора коллективу предприятия необходимо готовить забастовку и при необходимости ее проводить. Вот такой данный проект постановления, уважаемые товарищи, предлагается принять за основу, чтобы в дальнейшем его доработать. Прошу голосовать, кто за, кто против, воздержавшись. Спасибо. Напоминаю, уважаемые товарищи, что редакционной комиссией являются докладчики и наши консультанты. Завтра будут рассмотрены все поправки, которые будут представлены в редакционную комиссию и уже тогда будем данные проекты постановлений принимать в целом. Вопросы. Все вопросы у нас сейчас рассмотрены. Мы, значит, товарищ Федин просил слово по... А? Коргулатур. Ну, я вот от имени организаторов просил бы всех рабочих немножко посерьезнее относиться к листам делегирования. И желательно, чтобы делегировали рабочие, чтобы как бы представляли интересы рабочих. И не забывать то количество, которое необходимо у вас делегировать, там, не меньше пяти человек, да, как бы, и чтобы желательно были рабочие. Вот. И то фотографии бывает приносят, то еще что-то, то где-то профессии не прописаны. Ну, чуть повнимательнее просто быть к этому вопросу, посерьезнее относиться, так как это не совсем формальные вопросы. Ну, как бы вот все вроде в этом отношении. То есть учиться бумаги заполнять надо тоже. Это важно. Нормально. Спасибо. Уважаемые товарищи, сейчас предлагается оргвопрос по тому, когда будет проходить следующее, значит, очередное заседание Российского комитета рабочих. И какая повестка будет? Пожалуйста, судяйтесь. Да, предлагается рассмотреть предложение о проведении следующего заседания Российского комитета рабочих 6-го, 7-го ноября 2021 года. И предлагается повестка рассмотреть три вопроса о борьбе за режим рабочего времени, выгодные для работников. Второй вопрос – использование отраслевых соглашений в интересах работников. И третий вопрос – об опыте методов продвижения проекта рабочего коллективного договора. Предлагается рассмотреть эти даты и повестку, и утвердить, если все согласны. Данный вопрос – по поводу сроков. Ведь обычно проводили в октябре, а почему на этот разгел, в ноябре, в праздники, так сказать? Да. В октябрьские праздники, смотрим. В ноябрьские. Да, ноябрьские праздники. Потому что праздник, поэтому и доехать удобнее. Время больше. Больше времени. А раньше было, значит, меньше времени? Ну, что было раньше. Все сейчас меняется. Почему, так сказать, 20 октября они не провести, как обычно проводили? Нам так удобно. Если мы… Четыре дня выходных, получается, вроде как бы проще. Если мы проводим просто на выходных, надо брать отгулы. Да. Если мы проводим на праздники, мы никаких отгулов не берем, мы приезжаем в выходные дни и на дорогу тратим выходные дни. Чтобы не отпустить, могут кого-то. Чувствую. Все равно пройдет. Если вам неудобно, ну вы говорите. Почему неудобно? Если надо, значит надо. Это диктатура по изрядам в действии. Уважаемые товарищи, значит, первое, голосуем за, если других предложений, возражений, дополнений нет, значит, ставим вопрос на голосование, кто за то, чтобы следующий российский комитет рабочий провести 6-7 ноября 2021 года. Прошу голосовать против. На выходные будут 4-е, 5-е, 6-е. Уже все. А РКР будет 6-го, 7-го. Да, уважаемые товарищи, значит, было предложено оргкомиссии два вопроса, да, и... Ну, сейчас мы еще раз озвучим. Да, вопрос, который вот... Только помедленнее немножко. Да, давайте еще раз озвучу медленно, чтобы записали все. Первый вопрос о борьбе за режим рабочего времени, выгодный для работников. Второй вопрос – это использование отраслевых соглашений в интересах работников. Ну, и третий вопрос Артем предлагал – об опыте и методах продвижения проекта рабочего коллективного договора. Ну, вот предлагается обсудить эти три пункта. Три вопроса в повестке. Да, по повестке. Есть какие-то предложения, соображения? По докладчику по третьему вопросу. Есть предложения? Ну, тот, кто это предложил, вопрос, я думаю, тот и будет докладчиком. А? А кто это предложил? Товарищ Ванек, что ли? Не нравится. Не нравится. Нет, я имею в виду предложил, а кто будет докладчиком, мы можем кого-нибудь и назвать. Да, нет, может быть, у кого-то еще какие-то соображения есть, можешь что-нибудь заменить, исключить или добавить. Рабочий коллективный договор. Тот, который работает. Тот, который работает. Тот, который работает. Коллективный договор, составленный рабочими непосредственно. В смысле, работниками. Или работающими. Еще какие-то предложения есть, товарищи, в повестку у кого? Есть комментарий по поводу третьего предложения, все-таки. Юрков Кирилл Валерьевич, консультант Российского комитета рабочих. Дорогие товарищи, сформулирован таким, так сформулирован третий вопрос, предлагаемый, об опыте и методах продвижения проекта рабочего коллективного договора. И, как я понял, подразумевается, что коллективный договор – это некий договор, который то ли составили рабочие, то ли действует только на рабочих. Вообще говоря, коллективный договор, он и называется коллективный, потому что он действует на весь коллектив. И сужать его именно до рабочих каким-то образом – это не получится. Я думаю, что даже по формулировке этого вопроса пока не видно, что вопрос как-то продуман. Поэтому я бы вот рекомендовал товарищам подумать еще над третьим вопросом, он как-то пока сыроват. Больше договора за работу. Надо рабочих изменить и прогрессивно. Включение рабочих в процессе. О, составление. Включение. Включение. Сейчас все родится. Включение. Здравствуйте, Паша, к вам обсуждение. Какой вопрос должен быть третьим, да? Я хочу проинформировать предложение, которое внес Михаил Васильевич Попок, научный консультант Российского комитета рабочих. Вы знаете, что он научный консультант, он тоже принимает участие в анализе проекта постановлений. И вот сегодня случайно было решение о том, чтобы включить его выступление в материалы нашего Российского комитета рабочих. Михаил Васильевич, что называется, на посту. Значит, он вот какое предложение унес. Раз мы рассматривали сегодня вопрос о создании рабочих секций профсоюзов, то через полгода вернуться к этому вопросу в каком смысле? Ну хорошо, вот создали. Вот, кстати, уже есть. У нас называется это инициативный комитет. Не обязательно это прямой называется рабочая секция. А что сделано? Вот этой секции. Каких результатов вы добились? Может повернуться просто как продолжение? Не повторение, а продолжение. Ну вот, создаем, а теперь, а что они сделали? Расширили свое влияние, да? Используют активную акадету. Значит, разработанный проект. О работе, значит, так. Да, об опыте работы. Рабочий процесс. Вот это его предложение. Я поддерживаю это предложение, потому что как-то тогда мы вот эту линию проводим. Это сегодня, видимо, самая актуальная форма организации рабочих профсоюза, да? Потому что все-таки у нас чаще всего представлены рабочие, где профсоюзные организации есть. Вот как в них работать. Вот, скажем, я так понимаю, что Артем Сергеевич будет говорить о продвижении коллективного договора в рамках Большого профсоюза, той инициативной группы, которая, по сути, представляет из себя у вас на электростане, по сути, рабочую секцию профсоюза. Поэтому я, кстати, не вижу в этом смысле большого расхождения между содержательным расхождением и между теми вопросами. А что делает еще рабочая секция? Вообще-то вот. Да вот она и продвигает этот коллективный договор. Хотя не только его. Как она расширяет свое влияние, как реализационные вопросы решает, как собираются. Это интересно. Они что, отдельный комитет делают? Не отдельный комитет. Вот, пообсуждайте, как идет жизнь. Поэтому я бы предложил вам рассмотреть, разумеется, это можно поставить на голосование, кто за это, кто за то, как обычная процедура. Ну, вот, включить число рассматриваемых вопросов, я, по крайней мере, для голосования, вот такой вопрос. Значит, об опыте, работе, ну, об опыте деятельности рабочих секций профсоюзов. Это вот предложение Михаила Васильевича, я считаю, надо рассмотреть. Какие-то еще предложения есть? Да нет, все. В общем, предлагается тогда проголосовать. За повестку три вопроса. Первый вопрос такой же. Остается о борьбе за режим рабочего времени, выгодный для работников. Второй вопрос. Использование отраслевых соглашений в интересах работников. И третий вопрос. Об опыте работы рабочих секций профсоюзов. Что такое рабочая секция профсоюзов? Ну, сегодня первый вопрос рассматривали. Первый вопрос сегодня был. Я понимаю, что это рабочая секция, но это в профсоюзе предприятия, инициативная группа. Форма организации. Форма организации. Может быть, и не рабочая секция, а рабочая организация? Ну, это форма организации, а она называется рабочая секция. Ну, это комиссобственная. Можно назвать инициативная группа, можно назвать... Шайка там. Предлагается проголосовать тогда за повестку следующего заседания Российского комитета рабочих. Три вопроса. О борьбе за режим рабочего времени выгодны для работников, использование отраслевых соглашений в интересах работников, и об опыте работы рабочих секций профсоюзов. Кто за? Ройф. Раздержавшийся. Товарищи рабочие, предлагается сейчас определить по... Уже... По выбранным вопросам повестки докладчиков. Вот первый вопрос о борьбе за режим рабочего времени, выгодного для работников. Кто бы смог бы? Доклад подготовить. Я предлагаю Ефимову. Вчера же выступал на ленте по этому вопросу, у меня есть представление, что это такое вообще. Приеду, да. Да? Ну, все. Нет, это не было. Так, товарищ Ефимов. Значит, второй вопрос. Использование отраслевых соглашений в интересах работников. Это Кальвит. Это Кальвит. Кальвит, садокладчик. Горбуркин. Товарищу Ефимову, может кто-то как садокладчик, помог? Ну и на всяком случае мало ли чего. Ага. Опыт о борьбе. Товарищ Заварин. Я думаю, что надо попросить Виктора Николаевича Корчегина. Я за. По третьему, да? Да, да. А ты сюда кладчику, да? Так у нас же не только рабочая секция. А, товарищ Гамилаури отчитается в свою работу. Ну, может быть, это надо тогда его или попросить об этом? Мы сейчас перефактим. Ну, смотрите. Так, кто третий вопрос? Можно сделать вообще красиво. Товарищ Корчагин, да? Третий вопрос. Все. С докладами, значит. У вас будет определено. Ну, что, в Гамилаури? По какому вопросу? По третьей. По третьей секции как раз на по второму. По второму у нас есть. А кто еще так? Сам, это по первому. Да, не все. По первому? По первому Якимов Заварин, второму Каллик Горбушки, на третьей Корчагин, для Главыри. Все. Так, уважаемый товарищ, ну... Повестка принята, докладчики определены. На сегодня можно работу Российского комитета рабочих считать приостановленной. Возобновляем работу завтра в 9.00 здесь же. Работа начнется по рассмотрению поправок к проектам, постановлений, которые сегодня были приняты за основу. Так что время остается. Прошу внимательно отнестись. Еще раз повторю, что вправки принимают докладчики по вопросам и научные консультанты наши. Субтитры создавал DimaTorzok